Ну и как было сказано, принятие декларации стало новым витком в развитии региона. И Якутия продолжает развиваться и самое главное, повышается качество жизни якутян. Например, на уходящей неделе открыли сразу два детских сада и построили их совместными усилиями бизнеса и властей. Дошкольные учреждения распахнули свои двери перед маленькими жителями Сунтара и села Булугур Амгинского района. Программа государственно-частного партнерства действует несколько лет. За это время она показала себя эффективной. Благодаря совместным усилиям ликвидировали очереди в детские сады, открыли новые места в школах, появляются новые объекты культуры и спорта. Об эффективности такого партнерства расскажет Сарглана Захарова. Аннабарский УЛУ – самый отдаленный в республике. В нем проживают чуть больше 3,5 тысяч человек. Строительство нового детского сада стало для жителей большим событием. Старое здание, которому уже больше полувека, давно пришло в негодность. Оставило свой отпечаток не только время, но и ежегодные подтопления. Весенний павод нас подтапливает так, как мы находимся на окраине поселка, близ реки Аннабар. И в этом году мы сильно пострадали. Почти полностью затопило детский сад. Ну, очень отрадно, что мы в этом году переезжаем на новый детский сад, который находится в средней поселке. Новый благоустроенный детский сад рассчитан на 98 мест. Он полностью оборудован современной техникой и оснащен всем необходимым для полноценного проведения занятий. Открытия ждут с нетерпением как родители, так и дети. Я хочу детский сад! Я очень иду, когда пойду в новый детский сад. Мы, родители, все с нетерпением ждем открытия нового детского сада. Там созданы все условия для наших детей. Там уютно, просторно. Мы там были, помогали. И с нетерпением ждем этого торжества. Если в Аннабарском улусе считают дни до открытия, то в другом северном городе, Среднеколымске, уже перерезали красную ленту. Детский сад на 75 мест, первый в городе с обучением на якутском языке. Еще одна особенность этого объекта в использовании специальных технологий строительства. Они помогают возводить здания в короткие сроки с минимальными затратами для частного партнера. Тип этого здания называется каркасный. Он относится к быстро возводимым строениям. Эта технология хорошо подходит для таких отдаленных труднодоступных районов, как наш. Материалы, которые используют в строительстве, легко перевозить. И, что немаловажно, они удобны в применении. Подобные технологии с применением легких строительных материалов используют и в других труднодоступных поселках. Это село Хатыстыр Алданского района и Черский Нижнеколымского. Социальные объекты вводят не только в отдаленных, но и в центральных районах республики. Так на уходящей неделе своей двери открыл детский сад в селе Балугур Амгинского района. В новое здание они переехали как раз в канун юбилейного года дошкольного учреждения. Наш детский сад «Колосок» был образован в 1958 году. Уже совсем скоро нам исполнится 60 лет. На сегодня детский сад посещают 75 детей. Работают три группы, коллектив состоит из 23 человек. В настоящее время на территории республики по программе государственно-частного партнерства строят 16 детских садов. Общая сумма строительства составила 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Помимо этого еще 12 соцобъектов возводят в Якутске. Это 4 школы, в том числе Международная Арктическая школа, 5 детских садов, библиотека, школа искусств и дом культуры имени Юрия Гагарина. С киноконцертным залом на 500 мест. Общая сумма контрактов составила 7,5 миллиардов рублей. Объекты должны ввести в эксплуатацию до 2019 года. Но на этом обязательства частных партнеров не заканчиваются. В течение 10 лет компании должны эксплуатировать здание. Партнер заинтересован именно в качестве строительства объекта. Потому что в течение 7 лет, с учетом периода стройки, ему самому придется объекты эксплуатировать. И передавать после периода выкупа в надлежащем виде республики и муниципального образования. Отметим, что Якутия первая среди дальневосочных регионов внедрила государственно-частное партнерство для строительства детских садов. Благодаря программе к 2019 году в общей сложности создадут больше 2,5 тысяч мест только в районах республики. Кроме того, решается вопрос ликвидации аварийных соцобъектов и обеспечения благоустройством дошкольных учреждений. Сарглана Захарова, Владимир Таюрский, Евгений Рязанский. Филиал НВК Саха в Амгинском, Среднеколымском и Аннабарском районах. Якутия. День за днем.